Вот давай не забывать уже про глобальный контекст и российский контекст. Что такое десятые годы? Десятые годы это и в России особенно, но и во всем мире это десятилетие стагнации и кризиса. Когда росло только социальное неравенство. Когда тиражи Маркса били все рекорды. Make Marx great again. Во всем мире происходит громадный сдвиг общественного мнения влево. Американская молодежь 40% хочет жить при коммунии. Они не понимают, что такое коммунизм. Это скорее риторическая поза, но это сдвиг, это маркер. В Англии в волейбористской партии лидером становится Джереми Кормин. Самый левый лидер в ее истории этой партии. То же самое происходит в Швеции, где я жил, Хокон Юхолд. Берни Сандерс в США. Меланшон во Франции. Разной степени радикальности. Но вот этот сдвиг влево громадный носит мировой характер. Системный характер. То же самое происходит в России. У нас была специфика с русской весной, Донбассом и так далее. Но это, кстати, тоже некая форма левопатриотического поворота. Но когда это патриотическое объединение заканчивается, а неолиберальные реформы, пенсионный возраст продолжаются, выясняется, что во внутренней повестке, никого больше не интересует Украина-Сирия, а во внутренней повестке главный запрос, это запрос на социальную справедливость и на левый поворот. Есть те, кто связывает свои утопические надежды с Путиным, а есть те, кто все больше и больше ищет альтернативу. И что делает Навальный в этой ситуации? Навальный начинает менять свое послание, а значит и адресата. Что он говорил 10 лет назад? Ну, там, купил акции, как-нибудь аэрофлоты или чего там, да? Получил доступ к их бумагам, раскопал. Пацаны, да у вас здесь коррупция? А что такое коррупция? Коррупция – это когда госчиновник распределяет госконтракт не через транспарентную буржуазную процедуру, там, конкурсы и так далее, а зятю, а там, брату-свату и так далее. И если ты менеджер компании другой, и если ты предприниматель, то для тебя это плохо. Это классовый интерес буржуазии и ее клиентела, ее менеджмента, ее верхушки среднего класса. Им нужна реальная буржуазная транспарентная система. Когда каждый имеет доступ к ним. Для обеспечения своей жизни, конечно. Конечно, это их личный успех. И они ловили этот месседж. Они ловили месседж, подписывались на Навального, слали ему донаты. Так он построил свой аппарат, свою машину политическую. Что он говорит теперь? Он забыл про вот это. Ну, не забыл, но он не обращается к этой либеральной идеологии государственной неэффективности. Он показывает дворец Путина, который нашли в 2010 году Суренгазаряна и другие там экологические активисты. И говорит, он показывает старые факты, а новые-то в чем? Он говорит, пока вы, ребята, по ту сторону экрана зарабатываете ваши 400 евро, эта мразь купается в роскоши. У нее даже толчок из золота, и ерши, которым этот толчок чистят, стоят сколько-то там тысяч евро. Он бьет в саму болезненную точку. Он посылает ту смс-ку, тот месседж, который люди хотят получить, который они и без него знают. Это называется простой лозунг, который они нашли. Ну, как простой? Ну, это объективная правда. Вот ключевая проблема России, в том числе и проблема политической диктатуры, авторитаризма, это проблема, связанная с концентрацией власти, а значит, собственности в руках узкой группы олигархов. Это несколько десятков там в путинской, ну, или там несколько человек в путинской бане, но и несколько сотен тысяч, может, сто тысяч правящего в верхушке правящего класса в России. И их бескрайнее ненасытное богатство главная причина, что страна не может развиваться. Главная причина неравенства. Главная причина, что нет потребительного спроса, что нельзя включить этот механизм кинсианского капитализма, там спрос нарастить и так далее. Значит, он обращается уже не к среднему классу, а к тому, кого раньше называли путинским большинством. То есть, к рабочему классу, к бедным слоям общества. Ну, это может быть мелкий предприниматель, который там сверх эксплуатации самого себя и своей семьи зарабатывает на хлеб насущный. Это может быть рабочий на предприятии, или бюджетник, или прикарный, вот ядро этих протестов. Это молодежь из, ну, может, не совсем низов, но из низов в целом. То есть, люди, которые закончили школы, колледжи или вузы, и работают там курьерами Яндекс.Еды, условно, или таксистами. Вообще, в сфере услуг. Например, он говорит им то, что они так внутри себя знают и хотят услышать. Сторонников становится больше. И этим сторонникам, их становится просто действительно миллион. Мы видим, что миллионы людей смотрят его фильмы. Ну, и может, не к нему лично, ну, кто-то к нему лично, а кто-то к его, как бы, высказыванию испытывают, ну, соглашаются с ним. Да я соглашаюсь с ним по многим пунктам. Что грехотерить? То, что у нас верхушка зажралась и владеет всем. Это же очевидно. А мы не владеем ничем, это же очевидно. Конечно, что тут спорить-то? Значит, дальше он этим людям предлагает стратегию. Стратегия – это не набор лозунгов, как думают многие мои товарищи по левому движению. Давайте мы напишем 10 лозунгов «Земля крестьянам» и издадим 5 брошюр, которых там, блин, напишем, как именно мы национализируем там заводы, пароходы и парикмахерские. Или не будем... Вот, это все не так важно. Стратегия – это алгоритм действий. Что ты конкретно, как гражданин России, сейчас, завтра или послезавтра можешь сделать для того, чтобы приблизить эти нужные тебе перемены? Как? Вот в чем эта дорожная карта? Мы там делаем умное голосование, ломаем вертикаль власти, с помощью, как бы, разламываем эту единую Россию. Мы выходим на улицы, как бы... В поддержку вот этой нашей полиции. И в поддержку, да. И, ну, просто бросая вызов вот этому полицейскому порядку и наращивая массовость на улицах, разламывая их политическую машину через забирательные участки... Присоединяя к этому часть элит. Присоединяя к этому часть элит. Навальный не скрывает этого. Оказывая давление на эти элиты через Запад, мы получаем свержение Путина. Вот, он нарисовал схему, к которой можно присоединиться. Единственный барьер – страх. Ну, или несогласие. Вот два барьера, да. Левые не сделали этой важнейшей работы. Ну, и никто, на самом деле, другой не сделал. Продолжение следует...